Друзья, всех приветствую! Меня зовут Вадим и в этом видео мы поговорим о сварке покрытыми плавящимися электродами. А именно, углубимся немного в теорию и разберем, что такое сварочная дуга, какая она бывает и как правильно ее держать при сварочном процессе. А также поговорим о том, как правильно произвести поджиг электродом и как в целом вести сварку новичку так, чтобы сварочный процесс у него протекал стабильно. Поехали! Вообще, по сути, сварочной дугой, именно сварочной дугой, называют разряд электрического тока, проходящий в газовой среде между проводниками, будь то твердыми или жидкими. Температура столба в зоне сварочной дуги может достигать 6, а то порядка, по-моему, даже и 7000 градусов. Это зависит уже от плотности тока. Сварочная дуга классифицируется по разным направлениям. То есть, например, по роду тока, по виду применяемых электродов, по полярности постоянного тока. Средняя длина дуги должна составлять примерно 2 мм, по крайней мере на практике, между электродом и заготовкой. Наша задача, как сварщиков, обеспечить максимально устойчивое и стабильное горение дуги, для того, чтобы сварочный процесс протекал максимально качественно и комфортно. И вообще, устойчивое горение дуги зависит от множества и множества факторов. Пока нет смысла об этом говорить, это будет тема для других видео. Теперь, что стоит запомнить. Качество обмазки электрода напрямую зависит на стабилизацию горения дуги. Не зря в обмазку электрода вводят различные элементы, которые способствуют хорошему, качественному, стабильному горению дуги. Ну а теперь идем учиться поджигать электрод и ловить эту самую дугу. Итак, друзья, теперь о подготовке. Находим пластину толщиной более 5 мм. Пластину стоит зачистить от ржавчины. Так будет намного легче вам тренироваться. Теперь смотрите по электродам. Я рекомендую брать электрод диаметром 3 мм. Теперь о самом поджиге. Поджиг напоминает, как вы поджигаете спичку. Да? Это то же самое движение и здесь. То есть это не тупо удар, но не тупо чирканье. Это что-то среднее между ударом и между вот таким вот движением. После того, как вы ударили и провели, возбудится дуга. Когда у вас появляется дуга, вы должны в этот момент электрод вернуть к изделию. Но вернуть не воткнуть его в изделие, а выдержать расстояние вот это вот. Помните 2 мм мы говорили? Расстояние дуги должно быть. То есть подожгли и обратно к изделию. И все. И начался сварочный процесс. Просто пока ведете сварку. То есть и всегда выдерживайте вот это вот расстояние. Держите его себя в голове. То есть приблизительно 2-3 мм можно. То есть тут уже смотрите, как вам будет комфортней. Сейчас вам главное научиться держать дугу. И значит, ребята, смотрите еще такой момент. Когда вы положите свой первый шов и оторвете электрод и посмотрите на него. Здесь вот образуется вот такая вот штуковина. Она называется козырек. При повторном поджиге уже вам надо будет делать удары. Для того, чтобы сбить вот этот вот козырек. Сбить часть обмазки. Либо еще некоторые делают. Просто обламывают этот козырек. Если рука в краге вас, обламываете. И далее поджиг уже делаете как первоначальный. Пока все манипуляции осуществляете на столе. В самом простом нижнем положении. Итак, друзья, смотрим сейчас поджиг электрода. На начальных этапах не бойтесь. Ставьте немножко больше тока, чем рекомендуется. Ребят, теперь я дам несколько рекомендаций. Первое. Это электроды. Они должны быть сухими. Либо из новой пачки, либо их нужно прокалить. Если электроды лежали где-то у вас в гараже и обмазка напитала влаги, вам будет крайне сложно. Второе. Это хорошо зачищенный металл. Если будет ржавчина, она вам опять же будет мешать. Так что зачищаем металл. Не до блеска, но около того. Третье. На начальном этапе я рекомендовал бы все-таки электроды с основным покрытием. Почему? Дело в том, что при сварке электродами с основным видом покрытия очень хорошо видно отличие металла от шлака в самой сварочной ванне. А это на начальном этапе очень важно. Да, конечно, у электродов с рутиловым видом покрытия сам поджиг намного легче, чем у электродов с основным видом покрытия. Четвертая рекомендация. Расслабленная рука. Наматывать или не наматывать держак это уже как вам удобнее. Я лично наматываю. Приняли удобное положение. Взяли держак, поймали дугу и спокойно, уверенно, не спеша ведете сварку. При этом у вас всегда в голове должна сидеть мысль, что дуга, дугу мы держим 2 мм. Расстояние дуги, длина дуги 2 мм. И тогда у вас автоматически по мере сгорания электрода рука у вас будет приближаться к заготовке. И пятая рекомендация. Друзья, ставьте ток чуть выше среднего рекомендуемого. Не бойтесь большого ампеража. Что это значит? На каждой пачке электродов указана рекомендуемая сила тока для того или иного положения пространственного. Значит, ищите, да, у вас, например, тройка электроды. Диаметр 3 мм. Ищите нижнее положение. 100-130 ампер указано. Ставьте силу тока ближе к 130 амперам. Тогда вам будет легче. Вот так. Надеюсь, был полезен. Ставь лайки, дизлайки. Нажимай на колокол. Подписывайся. Скоро увидимся. Продолжение следует...